В этом году исполняется 370 лет со дня основания мостовой Слободы, микрорайона Ульяновска. Куда ведут ниточки ее истории и почему слободчане во время восстания с тень Керазина сражались на стороне бунтовщика, вы узнаете в нашей передаче «Правда под грифом секретно». Наше повествование о том, как создавалась мостовая Слобода, мы начнем с основания города Свияжска, на территории бывшего Казанского ханства. Как ни странно, этот город имеет непосредственное отношение не только к появлению Слободы, но и всего Симбирска. Так в 1551 году появился Новоград Свияжский, который впоследствии стали называть Свияжском. Сюда же, к опорному пункту, была подтянута огромная армия царя Ивана Грозного. Крепость полностью выполнила свое предназначение. Через год после ее основания Казань была взята. Казанское ханство пало. Границы российского государства расширились, которые требовалось защитить, построив города-крепости и засеки. И первые служилые государевы-люди прибыли в только что созданный в 1648 году Симбирск именно из Свияжска. В 1648 году, когда Богдан Хитрово основал наш город Симбирск, вместе с ним пришли около полусотни казаков. Они со временем рассеялись по территории Симбирской губернии. И, в принципе, сейчас ни для кого не секрет, что Симбирская губерния была основана казаками. В этой истории кроется еще одна история, которая дала начало селу Федоровское Казанского уезда, а потом Мостовой Слободе. Мы сейчас находимся около села Федоровское в Татарстане. Именно отсюда в 1648 году 100 казаков-переведенцев, 2 пятидесятника, 8 десятников и 90 рядовых переселились под Симбирск и основали Мостовую Слободу. Как нам рассказал местный краевед, когда-то преподававший историю Федоровской средней школе Татьяна Евгеньевна Любимцева, примерно в 1550 году молодой царь Иван Грозный вновь спешил на Казань. Он быстро собрал свой отряд, свою армию создал и отправился на Казань. Но не учил одного, что наш край наполнен огромным количеством маленьких речужек, больших речужек. Здесь была Волга, здесь была Свияга. Весна в тот год была очень разная. Обоз двигался намного медленнее, чем сам отряд армии Ивана Грозного. И когда началось половодие, то река Свияга вскрылась очень быстро. И один из отрядов продовольственных оказался отрезан от основной части армии Ивана Грозного. Двигаясь от Свияги и спасаясь от весенней воды, они нашли самое безопасное место на возвышенности. Сейчас это верхняя улица села Федоровское. Согласно исторической версии, которая передавалась из уст в уста, несколько десятков человек из армии Ивана Грозного обосновались здесь. И вполне вероятно, может быть, может быть, я не могу точно сказать, документально подтвердить, что эти переселенцы ваши, именно те самые отряды, может быть, надо искать корни там. В списках всех служилых людей, которые сопровождали апостол Ивана Грозного в 1050 году. А может быть, они потом присоединились в 1952 году к основному обозу. И часть, может быть, уже помогала при взятии Казани. И потом попросили у Ивана Грозного вернуться и захватить, вернее, обосноваться на этой земле. Вот документально свои слова я вам подтвердить, увы, не могу. Но такая вот одна из версий есть. Как гласит история, первоначально жители села принадлежали Срияшскому Троицесергиевому монастырю. Потом были переведены в разряд экономических, а позднее государственных крестьян. Конечно, мы задали Татьяне Евгением не вопрос, проживали ли здесь позднее казаки. Ведь нам точно известно, что мостовую слободу основали казаки-переведенцы. Были ли здесь казаки? Вот, может быть, и были. Потому что в 1670 году, когда Степан Разин подошел к вашему Симбирску, он разослал гонцов для того, чтобы простой лед им помог. И вот здесь, в районе села Федоровска, был создан отряд. Был создан отряд, который должен был пойти на помощь в Симбирск. Вот почему в Симбирск тоже их пригласил туда? Кто же их прислал сюда гонца, чтобы они здесь собрали свой отряд и помогли Степану Разину? Вот здесь вот тоже какая-то есть, может быть, связь, какая-то ниточка. В следующем году исполнится 350 лет страшной битве под Симбирском между мятежниками под предводительством Степана Разина и правительственным вооруженным дозубов войском во главе с князем Юрием Борятинским. Разин называл себя борцом за свободу, поэтому его поддержали казаки, переселенные под Симбирск, а также другие добровольцы, которые стекались из окрестных городов и селений. Сражение под Симбирском закончилось крупным поражением Разина. Сам дважды тяжелораненый, он ушел на Дон. Всего на поле боя погибло около 15 тысяч мятежников. На этом месте будет возможен или памятный знак, или часовня, чтобы дать дань памяти тем людям, которые погибли здесь, которые сражались... У каждого была своя правда, но все не сражались за светлое будущее, как они считали, что они сражались за Родину. Местных мятежников-казаков, которые вновь присягнули на верность царю, наказали ударом кнутов. Они вернулись к прежней жизни. Сегодня в поселке Мостовая Слобода до сих пор живут их потомки. Я являюсь прямым потомком этих людей. Мои предки еще... Один из прадедов был выборным, старостой, потому что выборная система оставалась вплоть до Октябрьской революции, а старший брат его был выборным старшином, старшиной волосным, потому что в Сельде был и в Мостовой, это был центр волости, и волосной начальство тоже, значит, было здесь. Поначалу казаки занимались охранной границ государства, поскольку под Симбирском проходила засечная черта, а свободное время посвящали хлебопашеству, огородничеству и рыболовству. Также было развито садоводство. Близость к городу делала овощной и фруктовый промысел весьма выгодными. Здесь был мост, это Петр Федорович Уточкин, ветеран мне рассказывал, который в половоде разбирался, а то можно было ходить и по этому мосту. Места были очень хорошие, потому что там, где мельницы, там омуты, там огромные самы и всякая прочая рыба, так как свияга разливалась и сельдь разливалась. Здесь было очень хорошо вести огородное хозяйство, и эта вся территория славилась именно капустой. И постоянно больше всего капусты на центральный рынок с имбирианом поставляла, но не только. Сегодня в мостовой слободе установлен поклонный крест в память о казаках-основателях. Он находится рядом с храмом Рождества Христова, тоже установленного казаками. Народ, наверное, без истории, ну, как сказать, он не может жить. Мы должны знать, что здесь происходило, на этой земле. А на этой земле действительно происходило очень многое раньше. Просто когда наши жители узнают, что было на этом месте, я думаю, что они еще больше будут гордиться нашим микрорайоном, нашим поселком. Редактор субтитров А.Семкин